Значит, линейные системы с переменными коэффициентами. Значит, у нас, собственно говоря, когда мы обсуждали дифференцирование по начальному условию, некоторым естественным образом возникают линейные системы с переменными коэффициентами. Что это такое? Это вот такие вот системы. x с точкой равняется a от t x. x от t принадлежит rn. Соответственно, a от t это какая-то матрица или оператор. Теперь она зависит от времени. Раньше мы рассматривали системы, где наш оператор не зависел от времени, а сейчас зависит. Можно представить себе, что у нас есть какое-то линейное уравнение, но в котором меняется. Значит, оно уже не является автономным. Автономный в ней, вводя самый закон, меняется. Можно себе представить, например, что-нибудь типа. Вот у вас есть, скажем, маятник, и вы у этого маятника меняете длину. Например, если вы на качалях качаетесь, то, в принципе, то, что вы делаете, это вы меняете длину маятника таким образом. Если вы управляете колебаниями, давайте посмотрим, что мы можем про такого типа уравнения сказать. А мы же вроде как умеем делать из них... А, сейчас, да, вроде линейные же умели делать, когда берем... Выражаем a, t как типа... Нет. Возьмем новую переменную? Нет. Если вы добавите t в качестве переменной, то у вас уравнение перестанет быть линейным, потому что у вас зависимость a от t может быть, какой хотите. Поэтому свести вот такое уравнение к линейному уравнению в размерности на единицу больше пространства мы не можем. Ну, давайте какой-нибудь пример приведу. Вот, допустим, у меня такое уравнение. x-точка равняется, допустим, y, y-точка равняется, ну, скажем, минус sin t плюс 2x. Будет какое-то колебание. Можно себе представить, что это такой осциллятор, но у которого пружинка меняет свою жесткость в течение времени, причем периодически в данном случае. Вот это уравнение, даже если вы в него добавите, даже если вы скажете, что мы добавим новую переменную, сделаем такой вот уравнение, с точки равняется 1, вот эта штука уже не будет линейным уравнением, потому что она зависит от t нелинейной. Вот, поэтому просто так свести не получится. Но и в отличие от линейных уравнений с постоянными коэффициентами, линейные уравнения с переменными коэффициентами, не то, чтобы они так прям совсем все решались в явном виде, но по крайней мере хоть что-то мы про них можем сказать, какие-то их свойства можно доказать. Значит, нас сейчас в первую очередь будет интересовать те свойства, которые возникают, простые свойства линейности. Смотрите, давайте я сформулирую такую теорему. Значит, давайте вот что сделаем. Значит, как у нас устроено наше решение. Значит, вот у нас здесь есть x1 и так далее, xn, и у нас есть ось времени. И, допустим, у меня здесь есть какой-то момент времени t0. Есть начальные условия. И есть какой-то другой момент времени t1. И дальше можно рассмотреть такую штуку. Называется отображение фазового потока. Значит, я беру любую точку отсюда, любое начальное условие, и рассматриваю решение, которое проходит через эту точку, решение с этим начальным условием. И смотрю, чему равняется значение этого решения в момент времени t1. Значит, давайте я скажу, что вот эта точка называется x0. Нолик я буду писать сейчас сверху, поскольку у меня есть нижний индекс, который определяет, какой он, например, переменный. А верхний индекс будет обозначать... Ну, вот как бы переменная с верхним индексом – это весь вектор x1 и так далее, xn. И вот я смотрю, куда я пришел, подождав время между t0 и t1. Значит, у меня здесь получается какая-то... Значит, вот эта вот штука, это значение решения. Давайте я его обозначу через φ. Значит, это φ в момент времени t1. Этот φ определяется начальным условием, а начальное условие определяется тем, что в момент времени t0 значение было равно x0. Давайте рассмотрим вот такое отображение. Отображение, которое будет переводить вот эту точку вот в эту точку. Значит, оно можно написать так, что это отображение фазового потока от момента t0 до момента t1. Соответственно, это определено оно так. Так, в любой точке x, давайте я напишу в любой точке x0, это есть φ t1, t0, x0. Это решение с начальным условием. И x от t0 равняется x0. Значит, собственно говоря, теорема, которую я хочу сформулировать, гласит следующее. Отображение... Это отображение t0, t1 всегда определено и линейно и обратимо. И линейно оно, естественно, относительно x. То есть я смотрю, как у меня вот такая вот фиксированная плоскость, плоскость, которая проходит через момент времени t0, как она переходит в плоскость, которая проведена через момент времени t1. Оказывается, что вот это отображение, которое просто по интегральным кривым переводит точки отсюда в точки сюда, это отображение является линейным. Значит, то, что оно всегда определено, это означает, что решение нашего уравнения всегда определено. То есть я беру любое начальное условие. Ну, понятно, мы знаем, у нас есть теорема существования единственности, которая говорит, что вот вблизи этой точки решение будет определено. Факт, который справедлив для линейных уравнений, но, вообще говоря, не справедлив для нелинейных уравнений, как мы уже обсуждали, это то, что вот это решение, которое определено здесь, оно может продолжаться докуда угодно, то есть до любого момента времени. Это как раз и означает то, что вот эта вот штука, она всегда определена. Но давайте докажем эту теорему. Значит, первое утверждение такое, что решение линейных уравнений не умеет уходить, не уходит на бесконечность за конечное время. Значит, вот у нас есть наше уравнение x с точкой a от t x. Ну, естественно, я должен потребовать от правой части хоть каких-то хороших условий. Давайте я потребую, чтобы у меня a от t было, по крайней мере, непрерывно зависело. Этого у меня сейчас будет достаточно. То есть если a от t зависит непрерывно, то это означает, что... Ну, давайте считать, что у меня есть какая-то норма на пространстве... На моем векторном пространстве введена какая-то ифклидовая структура. Есть какое-то скалярное произведение. Можно думать, если вас пугают слова ифклидовая структура, можно думать просто, что у меня на моем RN, на моем фазовом пространстве, просто есть, я не знаю, обычное скалярное произведение, которое задается произведением координат. Тогда можно ввести норму на матрицах. Ну, например, так. Можно сказать, что у нас норма матрицы A это по определению супремум... Значит, мы так уже один раз делали. Значит, вводим такую норму на матрицах. И тогда понятно, что если A, T непрерывно, то у нормы A есть максимум. Давайте считать, что вот это я просто ввел абстрактную норму. Просто у меня B это какая-нибудь матрица, не обязательно моя матрица A. И давайте я скажу, что существует такое C, что для всех T... Вот из интересующего меня интервала от T0 до T1 норма матрицы A от T будет меньше C. Не превосходится. Если функция непрерывна, то она ограничена. Утверждение, которое я сейчас доказываю, такое. Я хочу сказать, что норма X от T не превосходит E в степени C T1 минус T0 умножить на норму X нулевого. То есть решения растут не быстрее, чем экспоненты. Давайте докажем. Значит, это некоторая лемба. Давайте ее докажем. Значит, давайте скажем, что у меня есть функция R от T. Это будет квадрат нормы X от T. И давайте посмотрим на такую функцию. На логарифм... Ладно, пусть он будет все-таки R квадрат от T. На логарифм R квадрат от T. Это тоже какая-то функция, которая зависит от времени. Давайте я посчитаю от нее производную. Чему равняется такая производная? Это производная логарифма 2R R с точкой разделить на R квадрат. Или 2R с точкой разделить на R. Теперь смотрите, что такое R с точкой. Значит, мы знаем, что у нас R с точкой в любой момент времени. Это что такое? Это штука, которая показывает, с какой скоростью меняется меняется норма X. Значит, вот если R... Из чего я хочу сказать? Хочу сказать, что R с точкой не превосходит. Сейчас. Редактор субтитров А. Здесь, конечно, не X от нуля должен быть, а X от т 0. Здесь, конечно, не X от нуля должен быть, Так, сейчас. Значит, я хочу сказать, что r с точкой, деленный на r, не превосходит c. Значит, почему это правда? Хочется сказать что-то в таком роде, что мы знаем, что x с точкой равняется a от tx. Значит, норма x с точкой не превосходит норму a от t на норму x. Это по определению нормы. И последнее, что нужно сказать, это нужно сказать, что r с точкой не превосходит норму x с точкой. Почему это правда? Почему можно как бы, ну, что написано слева? Слева написано производная нормы, а справа написано норму производной. Почему неравенство в эту сторону? Значит, r с точкой. Это есть норма x с точкой. Она не превосходит вот такой штуки. Ну, давайте смотреть, чего здесь написано. Фактически это утверждение такое, что сейчас она не происходит, или она просто равно. Значит, норма вектора скорости. Ну, да, не превосходит. Кажется, верно, да. Потому что если у нас где-то была, ну, где-то у нас мы изменились в плюс, а где-то в минус, то у нас после того, как мы возьмем сначала норму, у нас станет какое-то число одно меньше, чем если мы сначала все возьмем по модулю. Да, ну, собственно говоря, вот, если мы просто крутимся вот так вот вокруг нуля, то понятно, что у нас норма вектора не меняется, и слева будет написан ноль, а справа будет, значит, скорость у нас какая-то ненулевая есть. Значит, а почему все-таки неравенство, это верно? Ну, можно формально, конечно, написать, что у нас норма x, там, какой-нибудь. Сейчас, у меня такое ощущение, что это неравенство треугольника должно получиться здесь. У меня тоже есть такое ощущение, но, с другой стороны, мне как-то не очень очевидно, как связаны производные нормы и норма производной. Да, ну, давайте смотреть. Значит, что такое... Давайте, может быть, просто посмотрим, как это все работает. Сейчас, а у нас x – это вектор. x – это вектор, да-да-да. Просто тогда почему-то кажется, что производная нормы, она тоже вектор. Это производная нормы... Ну, то есть, там, типа, по каждому перемену. Нет, 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 у нас переменная, нет, переменная, по которой мы дифференцируем, одна – это время. А. Поэтому нет, 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 здесь производная норма – это число, производная норма – это число, это просто то, как меняется расстояние до нуля. Смотрите, значит, кто такая? Значит, хочется сказать вот что, что вот у меня есть вектор в момент времени t. Это вот у меня будет x от t. И вот у меня есть x от t плюс дельта t. Значит, производная – это есть вот такой вектор. Значит, вот этот вектор – это производная x с точкой от t умножить на дельту t, грубо говоря. Значит, что такое изменение длины? Ну, это мне нужно посмотреть на то, какая проекция вот этой штуки, ну, вот куда-то вот сюда. То, как у меня поменялась длина, это мне нужно, на самом деле, вот этот вектор спроектировать. Ну, вот если вот здесь у меня 0, то мне нужно, допустим, отложить вот так вот. Да, это будет какая-то вот такая вот штука. В общем, вроде бы геометрически похоже на то, что просто из тех соображений, что изменение нормы – это вот эта вот штука. Значит, это будет катет вот такого прямоугольного треугольника, грубо говоря. Значит, сама по себе норма – это будет его гипотенуза. И поэтому вот такое неравенство должно быть верным. Ну, сейчас я чего-то не соображу. Наверное, здесь можно сделать какую-нибудь ссылку на какое-нибудь классическое неравенство. Чего-то я не соображу, какое. Вот. Ну, вроде выглядит реалистично. Значит, если мы вот в это вот неравенство поверим, то тогда у нас происходит следующее, что у нас на R есть вот такое дифференциальное неравенство. R с точкой разделить на R не превосходит C. И это означает, что производная логарифма квадрата не превосходит C. Но это означает, что логарифм R квадрат в момент времени T1 минус логарифм R квадрат в момент времени T0 не превосходит C на T1 минус T0. Точнее, здесь даже будет 2C. Должно быть тоже 2. Двойку, на самом деле, из-под логарифмов можно вынести. И получается, что просто R T1 не превосходит E в степени C T1 минус T0 умножить на R в точке T0. И все работает. Вот. То есть видно, что действительно расстояние до нуля подчиняется вот такому закону, что оно оценивается экспонентой, где в числителе, где в показателе стоит, ну, понятно, что здесь стоит разница момента времени, и стоит C, которая нам оценивает норму A. То есть в некотором смысле вот это вот уравнение, оно как бы оценивается таким образом, что мы заменяем A на его норму, дальше переписываем это уравнение как скалярное, и получается, что то уравнение, которое у нас в результате получилось, оно как бы оценивает сверху его решение, оценивает сверху решение вот этого уравнения. Вот. Ну, вот то, что мы в это время доказали. Вот. Ну, и из этого как раз следует, что решение не уходит на бесконечное и законечное время, потому что они просто вот явно ограничены, и это означает, что действительно вот этот оператор, вот это отображение, оно определено всегда, для всех моментов времени и всех, ну, и как бы всех аргументов. Вот. Теперь следующий вопрос. Почему оно линейное, это отображение? Ну, на самом деле, понятно, потому что уравнение линейное. Ну, действительно, давайте проверим линейность. Чего я хочу проверить? Давайте я еще раз нарисую такую картиночку. Продолжение следует... Значит, давайте возьмем два начальных условия. Одно начальное условие пусть называется... Что-то буквы закончились. Одно начальное условие пусть называется U0, а другое пусть называется V0. Значит, что мне нужно проверить? Ну, во-первых, мне нужно проверить, что если я, например, возьму сумму этих двух решений, то... Значит, вот как бы у меня здесь есть два вектора. Вектор U0. Есть ее вектор V0. Значит, под действием моего отображения они переходят в какие-то два вектора здесь. И, например, мне нужно убедиться в том, что их сумму переводит в сумму. Значит, как это записать? Значит, вот я хочу проверить условие такое, что G T0, T1. Вот сумма U0 плюс V0 равняется G T0, T1, U0 плюс G T0, T1, V0. Или, что то же самое, мне нужно проверить, что... То есть кто такой это? G T0, T1, G T0, T1, U0 и G T0, T1, V0. Это означает, что мне нужно взять решение, которое у меня вот здесь стартует, вот в этих точках. И посмотреть, что происходит с ними в момент времени T1. Значит, давайте посмотрим на φ от T. У0 плюс φ от T V0. Значит, и давайте посмотрим на еще одно решение, на решение с начальным условием вот с таким. O0 плюс V0. Значит, давайте я вот это вот решение как-нибудь обозначу. Пусть у меня вот это решение называется... ПСИАТЭ. А есть еще вот такое решение. И пусть оно называется какой-нибудь другой буквой. ПСИАТЭ. Вы любите греческие буквы? Да. Я считаю одним из своих достижений в моем матемическом образовании то, что я научился рисовать букву Z. Это потребовало некоторых усилий, но я научился. Но букву КСИ, кажется, рисовать проще, чем Z. Значит, чего я хочу сказать про ПСИАТЭ и КСИАТЭ? Про вот эти вот два решения. Точнее, вот про эту штуку я знаю, что это решение. А про вот эту штуку я знаю, что это сумма двух решений. Чего я хочу сказать про вот эти вот две функции? Что они равны? Да, что они совпадают. Ну, давайте докажем, что они действительно равны. Почему это так? Давайте возьмем... На самом деле, для этого достаточно доказать, что вот эта вот штука ПСИ, что она является решением нашего уравнения. Потому что если она является решением, ее начальное условие – это как раз У0 плюс В0. И это означает, что она обязана совпадать с вот этой вот штукой по теореме считывания действенности. Поэтому остается доказать, что сумма решений – это решение. Но это мгновенно следует и с линейностью нашего уравнения. Ну, действительно. Ну, давайте посмотрим. Значит, вот у нас есть уравнение. Х с точкой равняется А от ТХ. Ну, давайте мы в него просто подставим ПСИ. ПСИ с точкой. Значит, это кто такое? Значит, давайте просто по определению. ПСИ с точкой – это есть ФИ с точкой ТУ0 плюс ФИ с точкой ТВ0. Значит, поскольку ФИ – это наше решение, то это есть АФИ ТУ0 плюс АФИ ТВ0. И теперь можно воспользоваться линейностью вынести А за скобку. В скобке получается вот такая штука. То есть это есть АПСИ. Вот мы и доказали, что ПСИ – это действительно решение нашего уравнения. следовательно, ПСИ от Т – это то же самое, что КСИ от Т. То есть видно, что вот эта наша функция ФИ, которая нам задает решение, она как бы линейна по своему второму аргументу, линейна по начальному условию. Но это, собственно говоря, и демонстрирует, что наше отображение, вот это отображение G, что оно линейно. Ну, потому что вот эта штука – это как раз наше решение, значение нашего решения в точке Т1. Вот эта штука – это значение нашего решения в точке Т1. Это решение с значальным условием У0, это решение с значальным условием В0. Значит, вот это вот равенство, если в это равенство подставить t равное t1, то получается в точности вот то, что у меня тут было написано. Как, согласны? Вот. Значит, это мы проверили первое свойство линейности, а второе свойство линейности, что можно на константу домножать, проверяется абсолютно аналогично. Значит, аналогично, можно проверить. Допустим, я начальные условия умножаю на какую-нибудь константу, на какую-нибудь лямбду. И это все равно, что все решения умножить на лямбду. И, в общем, это все доказывает линейность нашего преобразования g. Ну, легко поверить, что раз уравнение линейно, то у него решение образует линейное подпространство. Ну, это как в линейной алгебре. Бывает линейное уравнение, их решение – это в точности линейное подпространство. Здесь, в общем, все ровно то же самое. Только, в принципе, вот с точки зрения линейной алгебры, здесь нет ничего нового. Наше уравнение линейное, то, что в нем есть какие-то производные, ничего нового, на самом деле, с точки зрения линейной алгебры не добавляет. Ну, значит, пространство решения – это некоторое линейное подпространство в нашем всем пространстве всевозможных функций. Вот. Дальше. Последний факт, который нужно доказать – это обратимость. Почему она обратима? Кто знает? Потерим существование единственности. Ну, да, конечно. Если бы у нас не было бы обратимости, то это бы означало бы, что у нас есть какое-нибудь решение, которое вот здесь имеет ненулевое начальное условие, а вот здесь попадает в ноль. Поскольку наше отображение линейное, то условие отсутствия обратимости – это означает, что у него ядро должно быть ненулевым. Ну, на самом деле, неважно. Даже если мы не знали про линейность, то в любом случае отсутствия обратимости означало бы, что у нас есть две точки вот здесь, которые переходят в одну и ту же точку здесь. Но этого не может быть по терминству снижения единственности. Поэтому действительно наше отображение обязательно обратим. Ну, хорошо, то есть все-таки хоть что-то мы знаем про линейные уравнения, про их решения. Ну, давайте я сейчас докажу некоторую теорему, которая позволяет что-то сказать на таком более количественном уровне, а не только на таком качественном, как мы сейчас это обсудили здесь. А именно, значит, давайте я докажу теорему Леувиля Астроградского. Давайте посмотрим на… Значит, меня сейчас вот что будет интересовать. Смотрите. Значит, вот у меня есть такие линейные отображения. Допустим, что меня интересует то, как это линейное отображение действует на мое фазовое пространство. Ну, грубо говоря, сжимает оно его или растягивает. Как понять, допустим, если я беру здесь какое-то множество с какой-то площадью, как понять, что происходит с этой площадью, если я подействовал на это множество линейного отображения? Площадь уменьшилась или увеличилась? Что нужно знать? Нужно на границе посмотреть, куда они перешли. Ну, посмотреть на границу – это все равно, чтобы посмотреть общий образ множества. Вот если у меня… Вот какую минимальную информацию про отображение мне нужно знать, чтобы сказать, что это отображение действует с площадями, объемами, если у нас отображение линейное. Линейное отображение задается какой-то матрицей вопрос. Как эта матрица влияет на двумерном случае площади, в трехмерном объеме и так далее, на нмертный объем? Ну, знаете? Вот, да, определитель, конечно. Нужно посчитать определитель. Определитель как раз показывает то, как меняются площади или объемы по действиям линейного отображения. И теорема Ливили-Астроградского отвечает на вопрос о том, как меняется… Как, собственно говоря, выглядит определитель вот такого отображения. Ливили-Астроградского отвечает на вопрос о том, что это… Давайте я введу такую штуку. Значит, W-A-T называется определителем Вронского. И это штука, которая представляет собой просто такую вещь. Поскольку у нас пространство решений нашего дифференциального уравнения линейное… Кстати, а какая его размерность? Какова размерность пространства решений линейного дифференциального уравнения? Значит, у нас сами по себе решения являются элементами некоторого линейного пространства. Мы выяснили, что… Значит, это действительно линейное пространство. Вопрос, какова его размерность? Количество перемен. Ну да, конечно. Потому что у нас есть базис, допустим, вот в этом пространстве. Мы здесь можем посмотреть на n линейно-независимых векторов и из каждого выпустить по решению. И поскольку любой другой вектор выражается в виде линейной комбинации базисных, то и любое решение нашего уравнения будет выражаться в виде линейной комбинации базисных решений. И их будет ровно столько же, сколько здесь есть базисных элементов, то есть просто размерность нашего фазового пространства. или количества уравнений в нашей исходной системе. Вот давайте мы возьмем все эти решения и выпишем из них такой определитель. Значит, у нас здесь будет x1 от t. Значит, одна штука называется определителем Воронского. И он относится к конкретной системе. Кто такие элементы, которые в него входят? Значит, x1 от t и так далее, xn от t – это линейно-независимые… решение нашего уравнения. Теорема Юлия Остроградского говорит следующее. Она говорит, что производная, что определитель Воронского удовлетворяет такому уравнению. W с точкой от t – это есть след матрицы А от t умножить на W. То есть эта штука показывает то, как… Кто такой этот определитель Воронского? Если мы зафиксировали какое-то начальное условие, то изменение вот этого определителя Воронского… Значит, мы зафиксировали некоторый набор начальных условий линейно-независимых в какой-то один момент времени. И дальше смотрим, во что этот набор переходит. Значит, определитель Воронского показывает как раз то, как меняется объем или площадь той системы векторов, которая… Ну вот, сейчас давайте я напишу аккуратно. Значит, определитель Воронского – это просто определитель вот такого отображения из t0 в t. Значит, я могу просто взять… Я могу взять в момент времени t0, стандартный базис. И из этого стандартного базиса, из каждого вектора этого стандартного базиса выпустить по решению. И, соответственно, тогда определитель Воронского для этой системы решений будет просто вот такой штукой. Значит, если x1, t и так далее, xn, t, просто e1, так далее, e1, базисные векторы. Вот. То есть определитель Воронского как раз показывает то, как меняются объемы под действием нашего дифференциального уравнения. Значит, ну давайте я скажу пару слов про эту теорему Ливида-Астроградской. Я не верю, что я сейчас ее полностью докажу. Но давайте я, по крайней мере, расскажу, откуда она берется. Значит, теорема Ливида-Астроградская. Теорема Ливида-Астроградская – это то же самое, только для линейных уравнений с постоянными коэффициентами. И оно более простое. Значит, оно говорит следующее. Оно говорит, что… Ну вот пусть у меня есть уравнение с постоянными коэффициентами, x точка равняется x. Значит, тогда мы знаем, что решение – это E в степени АТ, x нулевое. И теорема Ливида говорит следующее. Она говорит, что определитель вот этой штуки, E в степени АТ, это есть E в степени Т умножить на след матрица А. Ну или что то же самое, E в степени след матрица АТ. Значит, определитель экспонента – это экспонента следа. Ну, на самом деле мы сейчас… Я даже в более общей форме сейчас это запишу. Просто для любой матрицы B определитель экспонента этой самой матрицы B – это и есть экспонент исследа матрицы B. Ну, на самом деле сейчас у нас есть простое ее доказательство, потому что мы знаем, как устроена экспонента матрицы. Давайте перейдем в Жирданов базис. Тогда матрица B устроена как-то так. Значит, у нас есть какие-то… Давайте я напишу, что у меня есть какие-то ячейки. Где каждая Ж – это есть вот такая штука. Как устроена экспонента матрицы B? Значит, во-первых, матрица B у меня в Жирдановом базисе верхняя треугольная. Это означает, что если меня интересует ее определитель, то есть как найти определитель верхней треугольной матрицы? Как выглядит определитель верхней треугольной матрицы? Произведение всего, что стоит на диагонали. Да, совершенно верно. Значит, на диагонали у нас, собственно говоря, стоят собственные значения. Поэтому определитель – это произведение собственных значений матрицы E в степени B. А чему равны собственные значения матрицы E в степени B? Ну, поскольку мы умеем считать экспоненты от Жирдановых клеток и знаем, что когда мы считаем экспоненты от Жирдановой клетки, у нас здесь возникают экспоненты от собственных значений. Значит, собственные значения экспонента – это в точности экспоненты собственных значений моей исходной матрицы. Поэтому возникают. Поэтому это просто есть произведение по G от 1 до N, и E в степени лям дожи, или это все равно, что E в степени суммы по G от 1 до N лям дожи, или это все равно, что E в степени след матрицы B. Вот и все доказательства. То есть для постоянной матрицы экспонента этой матрицы равняется… определитель экспонента равняется экспоненте следа. Согласны? Теперь давайте посмотрим, что происходит, если у нас для систем с постоянными коэффициентами вот эта штука является прямым следствием вот этого утверждения. И теперь давайте посмотрим, что происходит в системах с переменными коэффициентами. Значит, давайте, видимо, проще всего об этом думать таким образом. Как бы сделать что-то похожее на метод Эйлера. Значит, вот у нас есть… Значит, наш момент времени T0. У нас здесь есть какой-то момент времени T. Давайте мы разобьем, значит, разобьем вот этот вот участок времени от T0 до T. Разобьем в кучу, значит, в кучу таких кусочков. И давайте будем считать, что на каждом из таких кусочков моя матрица постоянная. Как бы приближаю мое уравнение, приближаю мое уравнение таким кусочкам постоянно. Это примерно то же самое, что мы делали, когда говорили… Ну, когда там, строили решение метода мейлера. Аппроксимируем. Уравнение х-точка равняется А от Tx. Уравнением х-точкой равняется А от TkT от Tx. Значит, здесь T0, допустим, здесь будет T1, T2 и так далее. Здесь пусть будет T… Какая-нибудь N. Давайте я сделаю Tn. Соответственно, я просто говорю, что у меня для каждого момента времени T. Я беру просто начало соответствующего отрезочка. И вот для такой аппроксимации у меня работает предыдущая формула. И если теперь меня интересует то, как у меня работает отображение от T0 до T1, то понятно, что она развивается в композицию таких отображений. Сейчас будет не до T1, а просто до T. Значит, это композиция отображений. От T0 до T1, потом от T1 до T2. И так далее. Здесь будет от T, кого-нибудь N-1 до Tn2. То есть, что я говорю? Я говорю, что для того, чтобы пройти отсюда до сюда, я просто действую сначала отображением, которое мне вот эту плоскость переводит, в следующий момент времени, и это будет отображение, которое для вот этой системы, которое будет просто линейным отображением с постоянными коэффициентами. Потом делаю еще один шажочек, и для него делаю уже новое отображение, которое будет соответствовать уравнению с постоянными коэффициентами и так далее. И что у меня получается? Если я хочу посчитать определитель вот этой штуки, чему равняется определитель композиции линейных отображений? Композиции линейных отображений – это все равно, что произведение матриц. Определитель произведения матриц – это произведение определителя. Поэтому это будет просто произведение определителей TK, TK плюс первое. И это все равно, что произведение… Значит, мы знаем, что определитель каждого из таких отображений – это экспонента от… Что здесь будет? Тут будет след матрицы А от TK, T умножить на TK плюс 1 минус TK по предыдущей теореме. Или то же самое – E в степени суммы. Получается вот такая штука. В показателе степени у меня теперь стоит… Значит, на что похожа сумма в показателе… Ну, это на самом деле интегральная сумма. Интеграл от T0 до T след матрицы А по DT. Ну, я, конечно, смело здесь написал равенство. Конечно, нужно было написать, что эта штука стремится к этой экспоненте. Вот. Ну, в общем, если поверить вот в эту вот аппроксимацию… То есть, если поверить в то, что решения, которые у меня получаются, они стремятся к моему решению исходного уравнения, то, в общем, вот это доказательство выглядит вполне убедительно. Значит, мы таким образом получили, что определитель вот этого вот отображения – это просто экспонента от интеграла от следа. Ну, соответственно, если я теперь вот эту штуку продифференцирую по времени, то я получу как раз в точности просто след. В некотором смысле я делаю действие обратное тому же, что делают обычно. Обычно сначала пишут вот это уравнение, вот эту вот штуку, а потом, решая его, получают вот это представление. Ну, я как-то сейчас в обратную сторону это сделал. Вот. На принципе, нам, конечно, важнее вот эта вот штука. То есть, она показывает, что… Значит, она показывает, что действительно то, как меняются объемы под действием нашего линейного отображения, что эта штука задается как раз следом матрицы А, что это экспонента от интеграла от следа. Вот. Значит, ну, почему это может быть интересным? Ну, мы можем теперь вернуться к нелинейным уравнениям и, например, вывести такое утверждение, что если у меня есть какое-нибудь нелинейное уравнение, на самом деле, давайте считать, что у меня есть просто автономное нелинейное уравнение, приложение к нелинейному уравнению. Значит, пусть у меня есть теперь такая штука, что вот… Значит, вот пусть у меня есть какое-то векторное поле, есть какое-то автономное уравнение, и я хочу понять, как ведет себя фазовый… Как ведет себя… Как действует соответствующая динамика на объемы в фазовом пространстве. И на самом деле можно все это свести, но если меня интересует, как действует мое уравнение на какие-то объемы, то, в принципе, мне достаточно посмотреть, как оно действует на какой-то маленький объемчик. Это означает, что я могу… Я хочу понять, куда переходит под действием времени, допустим, вот тот объемчик, который я нарисовал. Как он искажается. Ну, для того, чтобы понять, как искажается весь объемчик, мне достаточно понять, как искажается маленький объемчик, и дальше проинтегрировать. Как искажаются… Я тут могу взять какую-то маленькую площадочку, посмотреть на нее. Но поскольку эта площадочка будет очень маленькой, то я могу сказать, что вблизи этой площадки можно наше уравнение линейеризовать. Вблизи вот этого решения, допустим, беру какое-то конкретное решение и смотрю, как действует мое уравнение вблизи этого решения. Это задается соответствующим уравнением линейеризации. Значит… Производная фазового потока. Фазовый поток – это вот то самое отображение, которое мы рассматриваем. Отображение же. Отображение отсюда сюда. Производная фазового потока – это все равно то же самое, что производное решение по начальному условию. И это… То есть можно ее… Можно посмотреть на ее… Мы знаем, что производное решение по начальному условию удовлетворяет уравнению линейеризации. То есть вот у нас была система, x-точка равняется какая-нибудь v от x, например. Для того, чтобы линейеризовать, мне нужно… Значит, если у меня теперь y – это есть dx по dx0, тогда y-точкой – это есть dv по dx0. на y. Получается как раз линейное уравнение. И давайте посмотрим, что такое след dv по dx. Если у меня v – это есть v1 от x, тогда vn от x. x тоже многомерный. Значит, тогда dv по dx – это такая матрица. А кто такая dv по dx, что это за матрицей? Матрицей икон. Да. Значит, dv1 по dx1, dv1 по dxn и так далее. dvn по dx1, так далее. dvn по dxn. Это такой ее след. Ну, сумма диагонами, то есть сумма dv и t по dx. Да. Не знакомо ли вам это выражение случайно? С техними других курсов. Если у вас есть векторное поле, и у него есть вот такая вот штука. Это на градиенту? Да, только не градиент. Градиент бывает функция из rn в r, но с векторное поле. Как бы функция из rn в rn. У него градиента не бывает, но бывают всякие разные другие штуки. Конкретно эта штука называется дивергенция. Дивергенция векторного поля. Вот. То есть что получается? Получается, что у нас вот это вот уравнение на y, поскольку эта штука... создается линейным уравнением, мы знаем, как устроен его определитель. Определитель для соответствующего... Определитель для вот этой вот... Определитель для вот этой вот линеаризации. Он равняется как раз интеграла дивергенции. Точнее, экспоненте от интеграла дивергенции. Значит, если сказать, что... Определитель... Определитель... Производный фазовый поток. Это есть E в степени интеграл от дивергенции векторного поля. Почему это знание хорошее? Ну, в частности, потому что оно позволяет что-то говорить в ситуации, когда, например, мы знаем, что дивергенция равно нулю. Скажем, давайте приведу пример. Пусть у меня есть такое уравнение. Скажем, х с точкой равняется y. y с точкой равняется f от x. Да, какая у него дивергенция? Значит, у меня v от x, y. Да, это есть y f от x. Поскольку первая компонента не зависит от x автора, не зависит от y, то дивергенция равно нулю. И это, в частности, означает, что фазовый объем сохраняется. То есть происходит такая штука, что вот вы... Представьте себе, что я выбрал в моем фазовом пространстве некоторое множество начальных условий. И дальше смотрю, что будет с этим множеством начальных условий происходить под действием динамики. Ну вот, понятно, что она под действием динамики куда-то будет сдвигаться, но объем, который она занимает, меняться не будет. Ну, в частности, это означает, например, что вот у такого уравнения не может быть ситуации, при которой там все, допустим, сходится к одной точке. Вот такого вот не может быть, потому что в окрестности такой точки у нас объемы должны уменьшаться. А здесь объемы сохраняются. Вот. Ну ладно, давайте сделаем перерыв. Я думаю, 10 минут, да? Потом продолжим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!